Привет! В этом видео я решил рассказать, как получилась комната, где находится животное. Что где лежит, как стоят террариумы, ну и с какими проблемами я столкнулся, когда переезжал. Также в конце видео расскажу о мыслях, как можно прокачать эту комнату, сделать лучше, удобнее и может быть даже умнее. Поэтому заранее подпишись, поставь лайк, ну и пиши под видео свои мысли по поводу того, что можно улучшить. Погнали! Ну что, начнем с функционала. Если кратко, то я бы разделил комнату на три функции. Первое, самое главное, тут должно быть комфортно животным. Было бы супер, если можно было бы хоронить корма. Ну и все, что нужно для того, чтобы их содержать. В связи с этим очень важна стабильная температура в комнате, чтобы не было сквозняков. Но при этом было бы классно, если бы комната хорошо проветривалась, чтобы не заставился какой-то запах. От рептилий, честно говоря, запах редкий, но меткий. Зачем я это говорю? Ну они действительно в туалет ходят редко, но достаточно пахнет сильно, поэтому нужно просто вовремя убирать. Основной же запах идет от живого корма в виде тараканов, в моем случае. Те, кто содержит змей, часто содержат живых мышей и от них тоже есть запах. В идеале для живых кормов нужно отдельное помещение. Вторая функция. Я снимаю ролики в TikTok, в YouTube, ну и по работе очень часто монтирую. Поэтому для меня очень важно, чтобы был хороший интернет, удобное место, где я могу с ноутбуком посидеть и помонтировать ролики. Ну и третья функция, самая приятная. Я играю в PlayStation, в частности в автосимулятор. И для меня важно, чтобы был большой телевизор и хороший звук. Все животные расположились под окном. И у меня появилось три секции. Первая это секция, где живет Роберт, африканский карликовый еж, песчанка. Вторая зона, это зона, где живет Флюня. Флюня это бородатая агама, у нее самый большой террариум. И тут классно, что есть под ней тумба, которой можно хранить всякие мелочи. Ну и третья зона, где живет Мартин. Мартин это змея, маисовый полос. Ну и также это очень важная зона, потому что под ним находятся тараканы, которыми я кормлю. Это туркменские тараканы, они не выползают из контейнера, но имеют специфический запах. Ну начнем с первой секции. Тут стоит классный такой цветок, который с одной стороны мешает обзору, а с другой стороны создает тень. Это хорошо и для хвоста, и для Роберта, так как они активны ночью. Следовательно, днем этот цветок создает для них тень. Оба террариума я делал своими руками, поэтому они чуть-чуть где-то кривоваты и не идеальны. Террариумы я эти делал из ОСБ и делал сразу под размеры этого стеллажа, чтобы они встроились. Главный плюс такого террариума и его стоимость. Оба террариума мне обошлись в 2000 рублей. Стекла мне достались бесплатно, потому что мой друг выбрасывал старые советские полки с вот этими раздвижными стеклышками. Я их забрал и сделал террариумы прямо под эти стекла. Террариумы эти легко уничтожить, чем хвост и занимается. У Флюни все очень просто. Я заказал вот такой вот террариум. У мастера его размер 90-50 на 50. Ну и третья секция. Тут расположился Змей Мартин наверху. Для него важно, чтобы была полка, так как под террариумом находится термоковрик. Ну а под ним находятся тараканы. Стеллаж, который находится у меня за спиной, делится на три секции. Первая секция для животных. Тут хранятся всякие, опять же, аксессуары для содержания, контейнеры, какие-то картонки, чтобы менять их у тараканов. Во второй секции располагается ящик, где я храню оборудование для съемки. Карты памяти, сменные аккумуляторы, ну и так далее. Ну и в третьей секции я храню все, что связано с моим увлечением Формулы 1. Там разные модельки автомобилей, но в ящике хранится все для симрейсинга. А именно перчатки для гонок, сменные рули, ну и разные ключи, гайки и так далее. Для самой съемки я использую вот такую вот кольцевую лампу, ну и вот такой вот прожектор, которым можно залить задний фон. Ну а вот тот самый ящик, где я храню оборудование для камеры. Тут можно найти фонарики, удлинители, всякие крепежи. Многие интересовались, что это за симулятор, но вот сейчас я расскажу. Симулятор состоит из четырех сегментов. Первый это база с рулем. Второй это кресло. Оно складное, и это главный параметр, по которому я выбирал себе кресло. Ну а дальше идут педали и коробка переключения передач. Рули у меня сменные, есть вот такой вот из алькантары, мне очень нравится гонять по бездорожью на нем, дрифтить. Ну и вообще он подходит идеально для кольцевых гонок. Ну а второй, не менее любимый, это формульный руль. Тут куча всяких крутилок, классный щелчок на переключение передач. Ну и вообще его очень удобно держать в руках. Ну вот в целом я все и показал. Теперь хотелось бы поговорить о том, как бы я мог улучшить эту комнату. При данной конфигурации комнаты не очень удобно проветривать окно. При этом я не могу оставлять его постоянно открытым, так как есть шанс того, что ночью кто-нибудь из животных замерзнет. Я полазил чуть в интернете и нашел вот такое вот решение. Это умный моторчик, который автоматически открывает окно. Насколько это надежное решение, я не знаю, но по крайней мере есть вот такие вот мысли. Также можно подключить умные розетки и включать и выключать свет в террариумах, именно используя умный дом. Таким образом я всегда смогу проверить на телефоне, включена ли лампа, какая температура внутри террариума. В какой-то момент я даже принес сюда увлажнитель воздуха. Но из-за того, что помещение плохо проветривается, он поработал буквально 10-15 минут, и я сюда зашел, и я вообще ничего не увидел. То есть все помещение было в таком легком тумане. Для Мартина это хорошо, для Агамо это плохо. Из-за того, что сложно это регулировать и контролировать, то я решил, что я не буду включать больше увлажнитель воздуха. Только если купить точечный и направить его конкретно в террариум Мартина. В принципе, получилась вот такая комната. Не знаю, будет ли тут умный дом, потому что, скорее всего, скоро я перееду и отсюда. Ну и сразу отвечаю на вопрос, который, скорее всего, будет в комментариях. Бизнес живет в отдельном помещении. Спасибо, что досмотрел, подпишись, поставь лайк, напиши в комментариях, что думаешь про умный дом, стоит ли его сюда внедрять. Ну, самое главное, нужен ли он, и может быть, я что-то не учел, и есть какие-то еще крутые решения. Пока! Пока!